В историко-краеведческом музее Десногорска появился новый экспонат весом 800 килограммов. Как столь массивный военный предмет занял своё место на экспозиции, расскажем в сюжете. Конструкторы самолёта штурмовика Ил-2 называли его летающим танком, немцы – бетонным самолётом. В воздух боевую машину поднимал двигатель весом 800 килограммов. Теперь сердце одного такого штурмовика хранится в Десногорском музее. Чтобы пронести двигатель в помещение, пришлось его резать и заново собирать уже в зале. Появился экспонат благодаря поисковому отряду «Обелиск», члены которого вернули часть истории из-за обвения. У этого самолёта, у этого экспоната есть история, есть своя легенда. Он, можно так сказать, что он живой, он нам расскажет и о жизни бойцов, которые воевали, которые защищали нашу Родину. Поэтому я думаю, что каждому будет интересно прийти, услышать эту историю и посмотреть этот экспонат. И я думаю, что это станет звездой нашей экспозиции, нашего музея. История самолёта и его экипажа, к сожалению, трагична. Жизнь пилота Ивана Бондаренко и стрелка Александра Вячеславова закончилась в августе 43-го года в Калужской области. Атакованный и подбитый на высоте 400 метров самолёт разбился, а его двигатель погрузился в землю на много метров. Двигатель сам находился, вот его верхняя часть находилась на 8-метровой глубине. То есть поднимали его практически с 10-метровой, если учесть длину двигателя. Поисковый отряд «Обелиск» регулярно пополняет экспозицию музея новыми находками. А кроме этого поддерживает состояние уже имеющихся экспонатов, чистит их от пыли и ржавчины. Помощниками в этом выступают юнормейцы. Это одна из работы патриотического воспитания молодёжи. Здесь дети могут прикоснуться к экспонатам, прикоснуться к истории края, где были найдены данные экспонаты. Узнать о них больше, мы им рассказываем. Так что это очень полезно и интересно для детей. Переэкспозиция с участием отряда «Обелиск» юнормейцев проходит в музее каждый год. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.